Александр Иванович, уже идет третий соревновательный день Кубка России, да уже можно сказать, что с организацией Самаринский опять справились? А что вы хотите, чтобы я как-то по-другому сказал? Ну да, мы стараемся, хотя предела совершенства, наверное, нет. Естественно, мы имеем массу проблем, сложностей, которые пытаемся преодолеть. Это новый зал, новые помещения, другие объемы, ну и в общем-то все видно. Вы все видите. Да, в хорошем состоянии Артур Ахматхузен, он и выиграл, он показал в общем-то сегодняшнее состояние, свой класс. Радует то, что он смог восстановиться после серьезных операций, которые он провел в прошлом сезоне. Это приятно. А вообще я их всех очень хорошо знаю, поэтому они все для меня не как новая книга открытая, а как давно известная. Я просто, ну, наверное, начало сезона не для всех может показаться уже тем состоянием, когда человек может все, на что он способен, показать в боях. Еще, наверное, хотя не такой уж длинный путь остался, потому что олимпийский отбор заканчивается 31 марта. А вот отбор в олимпийскую команду, он еще будет продолжаться до июня месяца. И поэтому каждый из наших спортсменов российских стремится завоевать себе право, хотя ориентировочно команда уже сформирована, но не окончательно. То есть есть еще у многих карт-бланш, которые они могли бы завоевать себе до оставшегося времени. Ну, во-первых, олимпийский отбор стартовал 31 марта этого года. И пройден уже половина пути, даже чуть-чуть больше, включая, имею в виду, включая чемпионат мира, который мы провели в Москве, он давал двойные очки. Поэтому это очень существенно. И часть команд и часть людей показали очень уверенное фехтование, а результаты двух шпажных команд, мужской и женской, в общем-то, вызывают вопросы. Это сложно. В этих видах и конкуренция, наверное, самая высокая в мире, это самые массовые виды фехтования. Они мотивируются в большем количестве стран. И, наверное, начиная уже от 16, там есть реальная борьба между командами. В отличие, например, женской рапиры, где явные лидеры, они просто просматриваются, то там борьба. Ну, чемпионат мира в Москве – это грандиозное событие. И ни для кого не секрет, что Российская Федерация фехтования может проводить подобного рода мероприятия. Это и грандиозность того спортивного сооружения, где было проведено это мероприятие. Это и высокий уровень подготовленности всех специалистов, которые принимали участие в этой работе. Судей, младших я имею в виду судей. И судей, которые обеспечили всю, в общем-то, вот эту черную работу, которую никто не видит, но понимают о том, что все на месте, все своевременно. Я вообще хочу сказать, что, имея достаточно большой опыт участия в подобных таких мероприятиях, я редко, когда увидишь такую слаженность, такую организованность, вообще все хвалят, как Россия умеет проводить такого рода соревнования. Это и материальные вложения, это и обеспечение всех вот этих вот таких бытовых условий для спортсменов, тренеров. Трансфер, визовая поддержка, да абсолютно все. Это вызывает восторг, удивление. Все понимают о том, что наша федерация очень-очень состоятельна для того, чтобы такие вещи проводить. Спасибо большое. Спасибо, спасибо.